Мы продолжаем читать Пятое Слово Преподобного Авы Исаии из первого тома Добротолюбия и обратимся сегодня к двадцатому абзацу. Если желаешь, что взять, имея в том нужду, не ропщи на брата своего, говоря в себе, почему не догадался он дать мне то сам от себя, но скажи ему дерзновенно в простоте, сотвори любовь, дай мне то-то и то-то, потому что имею в этом нужду. Это и есть святая чистота или прямота сердечная. Если же ты не скажешь, а между тем будешь роптать и укорять брата в сердце своем, то ты не прав. Ситуация вообще среди людей, живущих очень близко, встречается сплошь и рядом. Конечно, сейчас мало людей живут очень близко, даже муж, женой, они живут, живя под одной крышей, живут как бы и врозь. Есть очень много разделенности в мире, но тем не менее, все равно очень часто встречаются подобные вещи, связанные с человеческим общежитием. Будь то семья, будь то комната в общежитии, будь то два друга, живущие, скажем, в избушке. Но чаще всего, конечно, эта ситуация встречается среди людей, которые решили послужить Богу. Два брата в келье или в разных кельях, но рядом стоящих в разных домиках, община на приходе, где люди встречаются не просто на воскресной службе, а достаточно часто. То есть, вот в таких не городских пространствах, не в городских общинах, а в сельских, эта ситуация встречается очень часто. Ну и, разумеется, в монашеских общежитиях, что, собственно говоря, здесь Абва Исаия и описывает. Ну, нам-то может быть полезнее всего перевести эту ситуацию в плоскость семьи. Каждый с этим встречался, и хорошо, если не встречался, значит, как говорит Абва Исаия, он чист сердцем и имеет сердечную прямоту. Вот нам нужна некая вещь, или нам нужна помощь человека, который находится рядом. Вот мы взяли большое бревно, вот мы его потащили. Наш брат родной, или наш брат во Христе, или наш сын, жена, вот, они сидят, занимаются своими делами. И мы в глубине души, ну, что он не видит, что мне тяжело. Что он не видит, что ли, что мне помощь нужна. Не видит, как я мучаюсь. Мне, чтобы выйти, помочь, тяжело же мне нести это бревно. Вот мы сидим, ворчим, люди к нам не выходят. Мы начинаем думать дальше, что они специально, они же видят, что я мучаюсь, что мне тяжело не выходит. Значит, они хотят, чтобы я помучился. И дальше злоба внутри моего собственного сознания начинает нарастать. Вот, и так, таких вот житейских историй очень много, скажем, вот, люди, например, собрались в поход идти. И очень мне нужен рюкзак, чтобы идти в поход. Вот, у моего брата, опять-таки, родного или во Христе есть рюкзак. Я всячески описываю, как я собираюсь идти в поход, какие у меня планы. Вот, и все думаю про себя, он что, не догадается мне рюкзак предложить? Ну, это же так просто, очевидно же, он знает, что у него есть рюкзак. Что бы ему ни предложить? А попросить нам не хочется, потому что, ну вот, не хочется. Нам почему-то это кажется унизительным. Что он сам не может догадаться, что мне нужен рюкзак. И вот таких мелких, я бы даже сказал, мелочных историй в жизни человека, замеченных, незамеченных, бывает очень много. Всякий раз, когда есть, возникает возможность такая, случается ситуация такая, мы ждем, что ближний нам поможет. Нам нужна помощь, но мы не просим, мы ждем, что человек сам догадается и нам поможет. А почему мы не попросим? Ну, он же видит, что нам нужна помощь. Он видит. Почему он не поможет? Ведь христианин так должен, скажем, вот бежать на помощь другому человеку. Он должен видеть, что другому плохо. Он видит, как мне вот эта вещь нужна, что мне тяжело, что мне там вот помощь нужна чаще всего. Почему он такой жестокий? Почему он такой невнимательный? Почему он такой незаботливый? Мы все, всю тяжесть ответственности, всю сложность этой ситуации переносим на нашего ближнего, с которым нам суждено было рядом жить. Мы даже в ум не берем, что состояние, когда мы ждем от другого помощи, есть состояние гордое. И именно вот об этом и указывает здесь Авва Исаии. Если тебе нужна помощь, попроси. Если тебе нужна вещь, попроси. Дадут, не дадут. Это совсем другое дело. Но ты, как человек, ты должен попросить. Тоже вот замечено из жизни. Человеку легче потребовать, чем попросить. Мы даже конструкции предложения строим так, чтобы в нем не было просительной интонации. Дай-ка сюда это, скажем, нужно, там, обращаясь к кому-то, нужно помочь. То есть, твой долг мне сегодня помочь. Мы даже предложение ставим так, чтобы в нем не было тех слов, которые указывают на то, что мы просим. Так нам неуютно это состояние. Мы не можем просить людей, нам это очень тяжело, а это обличает нашу гордыню. И важно понимать, что очень часто Бог не посылает нам в помощь людей. Или так создается обстановка, что вот мы действительно мучаемся, крутимся, крутимся, как белка в колесе, там, нервничаем, психуем, раздражаемся. А люди как будто этого не замечают. И мне представляется, читая Авву и Сайю, что это состояние специально создается для нас Богом. Выход из этого состояния очень прост. Просто попросить. Но мы говорим, ну как, вот я на виду у всех работаю, что люди не видят, что ли, что я работаю? Почему никто не предложит этой помощи? А Бог хочет, чтобы мы попросили. Чтобы мы пришли и попросили. Денег, если надо. Помощи, если надо. Инструментов, еды, одежды, времени, участия, защиты. Бог хочет, чтобы мы просили. Потому что человек просящий уже то делает хорошо, что он смиряется. Он встает в положение просящего милости другого человека. И это само по себе уже хорошо. Даже если его просьбу никто и не услышит, и никто не исполнит. И здесь, разумеется, важно вспомнить очень хорошо известный российскому читателю эпизод из популярного произведения Михаила Булгакова «Мастера Маргарита». Там, когда Маргарита попадает к Воланду, и у нее есть некие мысли, которые она хочет высказать и попросить. Воланд, известно кто, он говорит, никогда никого не проси. Сами придут и сами дадут. И знают, что дать, и знают, когда прийти. И вот это как некий антипод. Как антипод божественных, как некий контроверза божественных слов. Просите и дано будет вам. Ищите и обрящите. Толците и отверзится вам. А здесь наоборот. Не просите. Не утруждайте себя. Сами придут и дадут. И вот, по сути, вспоминая там целых ряд современных, разных маркерных таких композиций, музыкальных, фильмов, произведений художественных. Там постоянно эта мысль присутствует, что не надо никого ни о чем просить. Человек, если человек хороший, он и сам придет, поможет. А унижаться не надо. Не надо просить у людей милости. Это унижает мое достоинство. Если человек никуда не годный, пройдет мимо. Ну и пусть себе идет. Его помощь и не нужна. А человек внимательный, заботливый, сам остановится и сам поможет, и сам предложит, что сделать и как помочь. И вот мысль эта, она, как видно, внедряется, вползает, разъедает современное человеческое сознание, человеческое сердце. Нам очень тяжело попросить в любых случаях, в совершенно любых. То есть люди разучаются просить, считая, что это все люди и сами знают, что нужно им помочь. Конечно, скажем, вот первое, что человек должен просить и кого он должен просить, это Бог. Просящий Бога человек тоже смиряется. Конечно, можно вспомнить слова о том, что Бог знает и прежде прошения нашего, в чем мы имеем нужду. И он даст нам прежде, чем может дать нам прежде, чем мы попросим, что он и так все видит. Наверное, я так думаю, для людей высокой и глубокой веры, веры, прошедшей через искушение, веры мужа, а не дитя, веры и жизни монашеской, наверное, так оно. Но для людей мирских, для людей, живущих в обстоятельствах этого мира, а стало быть, во всем действительно имеющих нужду и, главное, отвечающих, если это касается семейства, за удовлетворение естественных потребностей семьи, то там для таких людей лучше подходят слова «просите и дано будет вам». Именно этому учит нас и Христос, обращаясь к простым и нескушенным людям о том, чтобы они просили и через это прошение обучались и смирению, потому что сознавали бы то, что они нуждаются в Боге, что они без Бога ничего не могут сделать, ничего не могут стяжать. Это прошение открывает для них изобильные источники божественной любви и блага, и они через исполнение своих прошений опытом, жизнью познают, что Бог есть милость, что Бог есть любовь, что Бог есть щедрость, что Он все может. И постепенно, пережив этот опыт, они, восходя от силы в силу, утверждаясь в вере все больше и больше, они восходят и на более высокие степени веры, когда научаются уже совершенно доверять Богу и ни о чем не просить. Но перепрыгнуть эти слова, сказанные Христом, не получается. Все равно в начальный период своей духовной жизни при зарождении веры человек должен опытом познать, что Бог действительно рядом, что Он может, что Он хочет и что Он действительно заботится, внимает и готов исполнить любую просьбу. И именно в назидание всем подобным людям есть в Ветхом Завете замечательная история об израильском народе, который идет по пустыне, и действительно грех которого как раз в том, что Он не просит, именно вот не просит. Он идет и ропщет, Он хочет пить, и надо всего лишь попросить пить и сказать, Господи, дай мне воды. Но Он идет и ропщет, что Бог не знает, что мне вода нужна. Но Он же понимает, что в пустыне я же не ангел, я без воды не могу. Почему мне воду не дает? Ну почему мне не дает воду? Если Он Бог, если Он любит, если Он заботливый, если Он внимательный, почему Он мне этого не дает? Ведь вода естественная потребность человека. Я же не золото прошу, я же не дворцов прошу, мне вода нужна. Но неужели Бог этого не видит? Так же потом про еду. Люди ходят и бурчат, ходят и бурчат о том, что Бог им не дает, но никто из них не попросит. И когда Моисей попросил, Бог дал и воду, дал и манну. Потом люди, уставшие от манны и от воды, стали роптать на то, что нет мяса, вкусности нет. Именно так попросите. Нет, не хотят просить. И хотят бурчать. Во всем и всегда бурчать. А Бога не просят. И вот в конце концов это бурчание израильского народа привело к тому, что все они сгинули в пустыне. И только двое из вышедших из Египта вошли в землю обетованную. А все остальные за ропот свой, за то, что так и не научились молиться Богу и просить у Бога то, в чем они имеют нужду. Ведь это по существу своему простое правило. Если тебе нужна вещь какая-то, неважно в данном случае совершенно, учитывая сюжет с перепелами, которые в Библии описаны, которые разумеется были все-таки ненасущным хлебом. Так вот, если нужна тебе какая-то вещь или какая-то там большая вещь, дом, скажем, квартира, дети, деньги, еда, одежда, неважно, что тебе нужна, степень ученая тебе нужна. Мало ли что может человеку быть нужно. У тебя есть два варианта. Первый вариант, ты доверяешь Богу и говоришь, вот буду все терпеть. Если мне это правда нужно, Бог мне даст. И спокойно живешь, терпеливо перенося скудость, которая встречается, утешая себя тем, ну раз Бог не дает, значит и не надо. И спокойно терпишь то, что послал тебе Бог. Это удел терпеливых душ и великий подвиг этих душ. И многие венцы он низводит на так страдающую и так служащую Богу душ. А второй вариант, ты просто приходишь и просишь и говоришь, Господи мне надо, дай пожалуйста, ты просишь неотступно. И либо ты понимаешь, что то, что ты просишь в этой неотступности есть глупость, не достойно ни тебя, ни Бога, которого ты просишь. Либо ты получаешь то, что ты просишь, но получая то, что ты попросил, ты несешь за это ответственность. Если ты просил ко благу, ты берешь, пользуешься и радуешься. Если это была блажь, если это было ненасущным и на самом деле не столь важным, просто неким баловством, ты получаешь вместе с этим комплект проблем. Ты сам себе выпросил эти проблемы. Не Бог тебя именно грузил. Ну скажем, попросил человек зарплаты учителя, чтобы у него непременно был БМВ последней серии. Вот и ходит, и просит, и просит, и просит, но Бог дал ему эту БМВ последней серии. А содержать эту машину ему не на что. Он не знает, как ее содержать. У него нет на это средств, на то, чтобы содержать. И он мучается, ищет все это. Но это уже он сам себе попросил. Пусть познает, что на самом деле человек, простую истину, человек должен жить по средствам. И дело тут не в щедрости Бога, а в том, что так устроены обстоятельства этой жизни. И мы должны крест, посыланный нам Богом, здесь донести до конца. И человек уже не ропщет, понимает, что сам выпросил эту машину и несет это свое вот скорбное, скорбное вот это вот груз, эту тяжесть, уж сам как-то выносит. И вот одно только неприемлемо, когда человек не просит, а ропщет. И не просит, и ропщет. Ропщет, но не просит. Вот это состояние совершенно тупиковое, совершенно гордое, совершенно безбожное и бесчеловечное. Это важно понимать. Второе состояние людей, конечно, это люди, которые просят у других людей, просящие у людей. И тут важно понимать, как мы уже говорили, что человек, просящий у других людей, он, конечно, в первую очередь получается смирению. Но кроме того, он получается одной важной вещью, одному важному факту сего здешнего мироздания, что люди друг другу нужны. И Бог так ставит, даже такие люди, скажем, как Антоний Великий, даже такие люди, они нуждались в том, чтобы кто-то хотя бы изредка приносил им хлеба. А значит, тот, кто приносит им хлеба, должен быть не монахом, должен быть крестьянином, который этот хлеб выращивает. И дальше больше, это уж мы говорим про человека удивительной судьбы, удивительных даров, про Антония Великого. Даже ему нужно было служение другого человека. А в более поздние времена и гораздо большего числа людей нужно было ему помощь и служение. И он служил тем людям, которые имели в нем нужду. Бог всех нас заключил взаимную нужду и взаимную необходимость друг в друге. Это очень, чем больше я живу, тем больше убеждаюсь, как это важно для человека. Есть вещи, которые человек не может сделать, а может сделать другой. И можно роптать на то, что почему это он умеет делать, а я не могу. Господи, научи меня. Не научит. Потому что он специально дал талант, которого у тебя нет, другому человеку. Чтобы ты не был самодостаточным. Чтобы ты не замыкался в собственной восторженности и не замер в конце концов у зеркала, восхищенный собственным великолепием. Чтобы ты понимал, что есть вещи, которые ты сам сделать не можешь. Что ты не можешь, например, либо машину починить, либо дом построить, либо деньги заработать, либо слово Божье проповедовать, либо понять что-то в священном писании, либо рану перевязать, либо болезнь вылечить, либо детей научить. И Бог так распределил, а мы для него суть одно целое, все люди. Что между разными членами этого тела Бог распределил дары соразмерно его силам и соразмерно потребностям окружающих его людей. Тех людей, которые встретятся ему по жизни. И поэтому, конечно, может быть, очень многим бы людям хотелось, чтобы они были универсалами, чтобы они умели все. Но слава Богу, что таких людей не очень много. Что на самом деле люди нуждаются в друг друге. И поэтому, когда мы просим, мы исповедуем свою потребность, свою необходимость в помощи, силе, дарах, сердце, уме другого человека. Мы понимаем, что нам нужны все. Вот эта практическая зависимость нас друг от друга, она открывает возможности и для душевной близости, для духовного родства. Потому что где-то на самых глубоких уровнях духовной жизни человек однажды поймет, что дело не в том, что ему нужно слесарное или стоматологическое или педагогическое мастерство другого человека. Он поймет, что мы все нужны друг другу, как люди, просто как люди. Что на самом деле без этого человека мое сердце не полно. Без этого человека Царство Божье не полно. Что его нам очень не достает, он нам нужен. Даже если он вообще ничего не умеет делать, но он нам нужен, потому что только так будет полная картина. Но мы этого в нашей греховности, в нашей падшести не понимаем. Мы понимаем только практическую зависимость от другого человека. И поэтому Бог распределил практические таланты, практические способности между разными людьми, чтобы мы научились взаимодействовать друг с другом, чтобы у нас было поле деятельности, которое бы нас сближало. А когда мы сблизимся, когда мы преодолеем вот эту отчужденность и между нами возникнут душевные связи, то мы начнем понимать, что человек нам нужен не потому, что он умеет ремонтировать машины, или лечить зубы, или учить детей, а он нужен нам потому, что он есть, вот такой, как есть. И пока его с нами нет, сердце наше болит, страдает, стонет. Нам одиноко без этого человек. Не потому, что он что-то может, а потому, что он есть, такой, какой он есть. И вот это целая школа, не случайно об этом так мудро и глубоко говорит апостол Павел в послании к Эфесину, что Бог соединил всех нас посредством разнообразных связей, чтобы каждая эта связь была той ниточкой, тем капилляром, той связью, через которую мы будем возрастать в любви к людям, и люди будут возрастать в любви к нам и к Богу. И чем больше мы будем любить друг друга, заботиться друг о друге, служить друг другу теми талантами, которые нам даны, тем больше близости будут между нами, больше понимания, больше духовного сродства. То есть это как некое начальное упражнение попросить человека, исповедуя, что он мне нужен, и чувствовать всегда зависимость от того, что он мне нужен. Да, можно сделать самому, можно научиться самому, но гораздо полезнее, гораздо важнее научиться смириться настолько, чтобы просить, как милостыни, заботы и любви, способности и дара другого человека. И это гораздо больше сблизит нас, больше сблизит любую общину и Церковь Христову, чем обучение себя различным ремеслам, чтобы достигнуть, как кажется, собственной самодостаточности. И, конечно, хотя мы стремимся сделать себя независимыми от него, от нее, от детей, от друзей, или перевести эту зависимость в формальную плоскость, но все это неправда, все это неправильно. Мы должны понять, что наша дифференциация, то, что мы разные, для нас благо, что так это задумано Богом, и это есть путь, по которому мы можем преодолеть нашу индивидуальность, нашу погруженность в себя, наше довольство самим собой. Субтитры создавал DimaTorzok